друзья приветствую вас дневной обзор давайте посмотрим что там происходит а то все валится очень страшно наверное так вот у нас утра сегодня был рост векса индекса волатильность сейчас он пытается откатиться если этот откат пройдет и мы вернемся вот в эту область 2515 но хотя бы вот сюда вот 25 и 8 то на рынках начнется отскок так вот snp и среди на фьючерсы санкет он подошел сейчас к важному уровню 3440 соответственно либо от этого уровня сейчас будет разворот и восстановление либо если будет пробой закрепление пробоя то следующая точка остановки вполне может быть 3320 так далее нефть по нефти у нас произошел пробой сильного уровня 42 55 и здесь либо ближайшие часы произойдет отскок и возврат на вот этот сильный уровень или же если мы здесь закрепляемся то у нас развивается поэтапное движение сначала 41 75 40 83 и потом возможно движение вот сюда на тридцать девять шестьдесят два ну и сейчас вот мы по числе к увидим сейчас 1328 нефть пытается нарисовать разворотную формацию и отскочить отсюда поскольку уровень пробили сильный то либо должно в ближайшее время быть назад затаскивание на этот уровень или пойдем дальше падать на те цели которые имеются внизу вот сейчас вот идет попытка разворота но пока не до конца ясно как она завершится вот я думаю в ближайший час 2 будет понятно или мы проваливаемся дальше пробиваем 42 и один или же мы здесь фиксируемся и потом отскакиваем наверх так фьючерс на индекс ртс декабрьский четырехчасовой таймфрейм здесь у нас произошел выход из консолидации вниз вот но мы сейчас пришли на энергетический уровень который достаточно хорошо проторгован сейчас здесь пытается 4 на 4 веке разворотную формацию создать вот соответственно если движение ближайшие час два не идет ниже не пробивается вот этот диапазон 113 500 114 то здесь у нас сейчас пойдет проторговка я отсюда будет отскок и движение с попыткой закрепиться на 115 300 вот сюда вот если сейчас пойдет добить вот этого диапазона то у нас цель движения 1 112 потом 108 400 потом 105 с половиной тысяч так далее евро доллар движение наверх у нас не пошло сходили мы практически потрогали одну целую 1690 немножко не дошли не суть важно вот поэтому сейчас если не будет добить и повторном 1 целый 1690 то отсюда пойдет отскок цель этого от сколько возврат на 1 целый 1755 если сейчас возвращаемся и добить и на объеме 1 целый 1690 то следующая остановка это вот этот диапазон так друзья далее давайте рассмотрим сбербанк что у нас по сбербанку по сбербанку мы пришли на нижнюю границу проторговки вот этой которая находится чуть ниже сильного уровня 205 и 8 но здесь ситуация очень простая если не будет сейчас добить и 24 с половиной 25 и 8 вот этого диапазона и не пойдет закрепление под 204 5 то у нас все это остается консолидации и соответственно отсюда будет отбой и движение цель которого 1 это 210 вот сюда так но вот если рассматривать часовик то здесь все нормально разворотная формация уровень было ложное пробитие пока мы его не пробили точнее здесь даже вот этот весь диапазон который заканчивается на 245 вот соответственно если рассматривать локально движение внутри дня по сбербанку то вот сейчас отсюда скорее всего будет разворот и движение цель которого сходить вот сюда к верхней границе в каком случае этого не произойдет либо это движение будет отложено этого не произойдет или она будет отложена там на день на неделю и так далее если мы сегодня получим пробитие 205 с половиной вот если сейчас 205 с половиной на объеме пробиваем то мы переходим вот в этот энергетический диапазон в этой ситуации рост еще остается возможен но здесь уже может он какое-то время внизу поторговаться и потом случае если не будет пробита 204 с половиной отсюда уже пойти наверх и попытаться сходить к верхней границе консолидации если же 2045 будет пробита то открывается портал движения вниз и будет он сыпаться будь здоров так друзья далее гмк по которому масса вопросов но смотрите здесь у нас немножко 20000 мы не дошли вот ничего страшного как-нибудь другой раз сейчас здесь формируется попытка разворота и движения к нижней границе цель который будет 18 600 вот в каком случае это произойдет это произойдет случай если мы сейчас пробьем 19 тысяч 450 вот если будет пробой 19 450 на объеме то у нас отсюда наиболее вероятно цель движения будет 18 600 18 550 вот сюда вот если такого пробой сейчас не произойдет то все это превращается в до набор позиций и сегодня завтра мы тогда идем на пробой 19 900 и движения свыше 20000 по направлению 21000 что там по моему цель вот ну да здесь разворотная формация вот она она реализуется если вот сейчас 19 450 будет пробита на объем если будет пробит все это проторговка и дальнейший путь наверх так вот парадоксальная реакция идет по газпрому все валится газпром особо него лица но здесь понятно здесь еще и факт в том что цены на газ достаточно существенно выросли за последнее время а он все падал вот но тем не менее вот с учетом того что здесь происходит наверно все таки высока вероятность того что на 158 он не пойдет здесь вы сейчас собирают и отсюда будет разрядка в район 180 возможно даже 185 так но четырех часовик по газпрому что хотел на что хотел обратить внимание если если мы все-таки еще раз сто шестьдесят пять с половиной пробиваем на объеме то здесь уже видимо никакая сила его вверх сейчас не двинет пойдет он в диапазон 158 155 уже оттуда можно будет говорить о росте пока сейчас на текущий момент здесь сформировалась определенная формация определенная фигура который указывает на то что он отсюда скорее всего пойдет наверх и первая цель движения будет 180 так друзья далее север стал недельный таймфрейм по немного вопросов но смотрите здесь если у нас ближайшее время не возникает движение наверх и добить и 1020 скорее всего такого не будет то у нас здесь вот эта фигура она должна разрешиться движением первая цель движения будет 982 вот сюда в 978 982 и дальше если у нас возникает здесь пробить я 960 958 то у нас пойдет дальнейшее снижение цель которого будет сначала 947 и потом уход на 902 вот сюда вот к этому уровню я думаю на текущий формат мы потенциал движения наверх по север стали выполнили в каком случае движение может продолжиться продолжится но в том случае если не будет катастрофического падения показателей компании и при этом произойдет значительная девальвация рубля но хотя бы где-то в район ста или 105 рублей в этой ситуации вполне как бы движение вот сюда но напрашивается само собой а может быть даже и на переписывание вот этого хая вот но поскольку в ближайшие в ближайший месяц наверное даже два скорее всего такого девальвационного движения не будет то здесь более логично ей скорректироваться и сходить сначала сюда потом возможно и спуститься на 902 так на поднявки здесь тоже напрашивается корректирующие движение вниз с целью 968 так но если убрать 4 часовик по ней здесь получается достаточно интересная картина в том случае если движение вниз продолжается и мы не пробиваем 990 988 но вот этот диапазон то у нас здесь сформируется консолидации мы отсюда скорее всего будем выходить и идти на переписывание исторических хайов вот но пока все-таки в большей степени я думаю напрашивается вариант с пробитием буферной зоны и уходы бумаги вниз так друзья на секундочку отвлечемся нефть 1344 по москве ну смотрите вот сейчас будет два часа если здесь разворот разворотная формация то скорее всего быстрое затягивание будет на 42 55 и торговлю вот в этом диапазоне сегодня в течение дня так далее вопрос был по сургуту обычки но смотрите по обычке сургуту нисходящее движение пар выпустили но тем не менее фундаментально конечно компания должна стоить дороже даже вот этого максимума но это опять же к вопросу о том что такое стоимость стоимость это возможность свободного обмена на рынке если даже у компании огромный кэш но она и эту наличность который лежит у нее на счетах не может никак реализовать то есть есть определенные барьеры в реализации или использования то здесь возникает пенальти и это пенальти может быть очень большим вот собственно говоря вот все это движение она и развивается таким образом сейчас идет попытка сходить на 33 здесь либо собраться с духом либо свалиться туда откуда начинали путь так вот недельный если рассматриваем то у нас все-таки идет движение вот сюда по направлению 33 3 и вот здесь уже будет потенциал для того чтобы набрать позицию и пойти наверх или же если здесь у нас происходит пробитие то идет осыпание вплоть до вот этих значений которые 2424 с половиной так на дневной таймфрейм более оптимистичен по сути у нас в самое ближайшее время если не будет пробитие 34 то вот это все она превращается в набор позиций и отсюда в ближайшее время сформируется отскок цель этого отскока будет движение на 35 с половиной так ну четырехчасовой таймфрейм вообще загляденья исходя из четырехчасового таймфрейма в ближайшее время он должен развернуться цель движения наверх будет 3537 вот сюда вот по факту пробития вот этого значения 34 и 6 вот соответственно то есть этот сценарий не реализуется если откатываемся пробиваем на объеме 33 9 если такое происходит то весь этот рост перечеркивается и начинается дальнейшее сползание вниз вот такое мое видение по основным бумагам спасибо за внимание